Своим ароматом дом 158 по улице Революционной известен на всю округу. Сейчас зима и зловонный запах еле слышен, но стоит лишь приоткрыть подъездную дверь, и он буквально сбивает с ног. Женщина, что живет за этими разбитыми окнами, держит в однокомнатной хрущевке около 20 собак. Но такую любовь к животным совсем не разделяют соседи. Сактошина никогда не открывает. А она там сейчас? Там, наверное, все там. Вот все время туда. Она сидит не так. Сюда приходили слесаря и все пытались. Потому что это же все. Ничего, никогда, ни милицию никогда она не пускает сидит там. По рассказам соседей, женщина поселилась здесь два года назад. С тех пор ее практически не видно, живет затворницей. Примерно раз в месяц ей привозят собачий корм в огромных мешках. Вот так мы и живем каждый день. Днем и ночью идет этот лай. Днем и ночью вот эта вонь, смрад, от которого режут глаза. Потому что они там и гадят, и все, не выходя на улицу. Там уже прогнил пол, говорят. Любовь к животным заразна, грустно смеются соседи. На втором этаже квартира с кошками, 21 хвост. Их хозяйка с нашей съемочной группой общаться отказалась. А на третьем 10 кошек и две собаки. Окна в подъезде все время открыты, но свежести это не добавляет. А вот холода в квартире сколько угодно. Пенсионерка Лидия Лискевич даже спать ложится в теплой одежде. Ужасно, ужасно. Мы просто пропадаем, пропадаем. Мы уже давно это боремся. Она собак привязывала к батарее, она у нее прохудилась. В общем, там сварку надо делать. Она не пускает слесарей. Жители обращались во все возможные инстанции. Даже подавали в суд на соседку. Но животные так и продолжают размножаться. Буквально выживая людей. Там кутят, то и дело пищат. Там идет, там это бесконечное будет, понимаете. Они говорят, сколько хотим, столько и держим. Мы задыхаемся, нам жизни нет. Очевидно, что содержание животных в таком количестве нарушает права соседей и все санитарные нормы. Потому специалисты советуют обратиться в Роспотребнадзор. Но у Потребнадзора возможности сегодня в этой ситуации крайне ограничены. Для того, чтобы можно было реально влиять на подобную ситуацию в городе, в каждом городе, в каждом сельском населенном пункте, необходимо принять правила содержания домашних животных. Только после этого появятся какие-то реальные правовые рычаги для того, чтобы урегулировать такую ситуацию. Ограничить поголовье домашних кошек и собак сейчас планируют в Госдуме. Даже подготовили законопроект, чтобы привязать количество животных в квартирах квадратным метром. К слову, 10 лет назад такой законопроект отклонили. Возможно, некоторых хозяев хватит удар. Только депутаты намерены обеспечить всем четвероногим достойную жилплощадь, а двуногим – спокойную жизнь. Марина Матвеевшина, Мурат Гасанов, ГИС События.